МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, что же такое фиджитал, друзья? Вот только мы, казалось бы, привыкли к диджитал, как появился этот новый термин. Не просто термин, а целое явление на стыке спорта и новых компьютерных технологий. Турнир по фиджитал стартовал уже в Казани, называется он «Игры будущего». Это, можно сказать, наш ответ отменам всего русского, запретам нашим атлетам участвовать в Олимпийских играх, унизительным каким-то требованиям не выходить под флагом своей страны. Мы позвали в ответ на это флаги все в гости к нам. Грандиозная церемония открытия состоится в среду, 21 февраля, в столице Татарстана. Следите за церемонией. Ну а первые соревнования по фиджитал-хоккею прошли уже сегодня до официальной церемонии открытия. Вначале игроки садятся там за компьютерный симулятор, затем матч перемещается на лед, победитель определяется по сумме двух составляющих. Это главный принцип игр, где физические достижения неотъемлемо связаны с виртуальными победами. Подход новый, от изначальной идеи до большого турнира прошло 6 лет. А дворочные соревнования провели в 2023 году. Их победители получили путевку в Казань на игры будущего уже в этом году. Играем против команды Лиги ПРО. Хороший, достойный соперник. В Кибере чуть-чуть уступили им. И пытаемся наверстать сейчас в физическом противостоянии на льду. Вот остался один период, 7 минут. Горим в три шайбы. Все в наших руках. Верим до конца. Играем от первой до последней секунды. Призовой фонд турнира по фиджитал-хоккею полмиллиона долларов. Это только по фиджитал-хоккею, друзья. За первое место полагается 175 тысяч. Всего в программе «Игры будущего» 21 вид. Некоторые из них только виртуальные. Ну, физической составляющей, например, для «Доты-2» и «Мира танков» не подобрали. Общий призовой фонд игр 10 миллионов долларов. А в «Играх будущего» и о поддержке спорта государством президент говорил 16 февраля, когда встречался со студентами и работниками промышленных предприятий в Челябинской области. У нас вот сейчас в Казани будет такое комплексное, большое спортивное мероприятие. Как раз по видам спорта, которыми молодёжь активно интересуется, эти виды спорта развиваются во всём мире. Они совмещают и традиционные виды спорта, и инновационные. Одно из направлений деятельности, которое государство развивает в этой сфере, это создание условий для того, чтобы молодые люди, студенты могли заниматься техническим, научным творчеством, для того, чтобы они могли учиться по избранной специальности, спортом заниматься, искусством. Всё это в комплексе могло бы происходить. Это вот создание кампусов. У нас же существует целая программа сейчас поддержки студенческого спорта. Мы будем это делать дальше, конечно. Итак, друзья, вот об этом событие, о играх будущего, о фиджиту как явлении. Вот давайте поговорим в ближайшие 20 минут. В студии у нас журналист, член Международной ассоциации спортивной прессы Сергей Дадыгин. Сергей Викторович, здравствуйте. Сергей Викторович, мы всегда приглашаем зрителей к разговору. Мы в прямом эфире работаем, друзья, звоните, пишите. Может быть, у нас есть какие-то начинающие фиджитал-спортсмены. Друзья, делитесь вашими какими-то мнениями, впечатлениями, будущее ли за этим видом спорта. Вообще, как правильно сказать-то? За этим видом спорта? За этим... Зачем? Вот как? Он до сих пор не может свыкнуться с этим термином фиджиталом? Ну, это действительно новый вид спорта. Да, он уже зарегистрирован в 2023 году, по моим данным. И, знаете, я завидую нынешней молодежи, которая будет участвовать в Казани в этих соревнованиях, потому что, ну, действительно, это прорыв какой-то. Это вот шаг в будущее. Вот если бы я был студентом, взял и отбросил бы себе энное количество десяток лет, я бы с удовольствием вообще, потому что, ну, одно дело, вот ты сидишь за компьютером, да, решаешь какие-то там задачи сложные, да, киберспорт. Это же очень популярный сейчас. Да. И, кстати, и доходный. Ну, это разные вещи. Да, да, да. Давайте, вот просто, знаете, от печки, что называется. Да, да, да. Там уже призовые фонды достаточно хорошие. И у нас есть такие спортсмены из России, которые уже лидерами являются в своих видах, да, то есть они уже, кто-то даже и миллион уже долларов выиграл. То есть вот это вот стрелялки, бегалки, вот эти вот компьютерные игры с джойстиками. Вот, 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 да, 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 киберспорт, представляете, да, чемпионаты мира там проходят. А это вот, понимаете, синтез такой. Вот традиционные виды, да, и плюс киберспорт. И вот задача действительно такая, чтобы было гармоничное развитие молодого человека, личности, да, чтобы он имел и то, и то. Я вам приведу пример. Вот, допустим, некоторое время назад родился такой странный вид спорта, называется шах-бокс. То есть, вы представляете, да, то есть сначала ребята играют в шахматы, а потом выходят на ринг и начинают боксировать. Ну, разные, совершенно не связанные. Ну, это интересный микс, понимаете? Ну, совершенно не связанные друг с другом виды спорта, правда? Вообще никак, да. Вообще, да. Там надо головой думать, а тут тебе бит в голове. Вот это уже тогда подумали, а надо как-то сделать так, чтобы вот эти шахматисты, которые только сидят, там, и математический склад ума, они вот так, всякие расчеты. Знаете, я сам шахматы играю, и у меня разряд есть, да, кандидат-мастера. Вот, понимаете, это действительно интересно, но это все-таки такой сидячий вид спорта. Подождите, а логика в чем в объединении двух таких, как бы, дисциплин разных, боксирование и шахматы? А вот, понимаете, а там, знаете, соревнования, вот есть боксеры, да, вот они уже занимались боксом, они уже в своем виде состоялись, а есть шахматисты, решили скрестить, знаете, как вот Мичурин занимался этим с растениями, а тут вот с молодыми людьми. И, знаете, я не скажу, что это суперустал популярный вид спорта, но, тем не менее, значит, у него нашлись последователи. Вот, то же самое и здесь, понимаете, ну, вот, понимаете, говорят, что, говорят, что традиционные, вот даже олимпийские виды спорта, они вот чуть-чуть стали утрачивать свою популярность. Ну, вот, особенно сейчас, когда, я не знаю, что за будет Олимпиада в Париже, да, вот не будет россиян, не будет белорусов, некоторые там вообще из-за допинга не будут участвовать, представители даже других стран, ну, уже дисквалифицированные, да. И уровень соревнований, считается, что Олимпийские игры – это супер, это главное, что есть вообще в мировом спорте. Вот сейчас уже престиж немножко, мне кажется, упадет. А вот здесь мы как бы заглядываем в будущее, да. Играем на опережение. Да, играем на опережение, и тем более у нас, как бы, мы знаем, что студенты сейчас настолько активные, да, то есть они вот хотят знать больше, они хотят продвигаться, понимаете, они вот, ну, действительно хотят развиваться. Вот посмотрим, что получится, мне кажется, очень здорово выбрали Казань, прекрасный город, я не раз был там на соревнованиях и по фигурному катанию, вот был чемпионат мира по водным видам спорта, прекрасная организация, то есть вот, ну, настолько гостеприимные люди в Казани, вот, я еще раз говорю, это вот, кто будет участвовать, ну, я думаю, получит большое удовольствие. А, Сергей Викторович, ну, вот вы сказали о том, что Олимпийские игры как-то теряют актуальность, может быть, да, может быть, даже так сказать, но еще, знаете, вот какой-то процесс такой последние годы происходил, когда в список Олимпийских видов спорта включали, зачастую, ну, так скажем, ну, как бы, я так мягко дипломатично, неочевидные. Странные виды спорта. Да, спасибо, что вы это сказали, да. Было такое, да, не я одна заметила. Ну, да, вообще, вот, допустим, придумали сквош включить, да, включить в программу Олимпийских игр. Я как-то попробовал, знаете, вот подбивать в таком замкнутом пространстве, бьешь об стеночку мячиком, да, он возвращается. Ну, какой в этом интерес? Я не понимаю, да. Очень какие-то, вот, знаете, местечковые такие интересы, вот, допустим, если Олимпиада проходит в США, то они свои виды спорта двигают, да, бейсбол, допустим, он никогда, ну, он не входил в программу Олимпийских игр, но очень популярен в США. Да, вот я, допустим, помню, меня пригласили, я был в Америке, в Сиэтле, да, игры доброй воли еще проходили, ну, и потом несколько раз, и вот пригласили меня на бейсбол. Для них это вообще, вы знаете, мне показалось так скучно, вот, огромный, огромный стадион, там поле больше, чем в футболе, вот, а движения мало. Вот, для меня спорт, это, понимаете, это динамика, это страсть, это борьба, понимаете, когда что-то происходит. Вот американский футбол, он тоже не входит в программу Олимпийских игр и суперпопулярен в США, но там, понимаете, вот там есть и агрессия, есть и азарт, да, 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 и там настоящие мужики такие, да, вот это интересно, действительно, это захватывает. И какое-то время у нас, вот, пытались американский футбол в начале 90-х годов, да и в середине, даже в нулевые еще годы пытались развивать, но не совсем пошло, хотя, вот, знаю, ребят... Вам надо русский хоккей двигать тоже, в олимпийскую программу, ну, когда мы вернемся, триумфально на белых конях, в олимпийскую программу. Задам вам вопрос, но прежде давайте Николай из Кировской области, выслушаем, Николай, здравствуйте. — Добрый вечер, студия. У меня вопрос к Сергею. А не наступит ли время, когда игры будущего вытеснят вообще на обочину традиционные виды спорта? Как-то страшно становится? — Так. — Хороший вопрос. — Спасибо. — Знаете, тут мы можем только гадать, только гадать, потому что жизнь, она не стоит на месте. Вот, вот, все время идет развитие. Какой вид спорта сохранит динамику, популярность, это ведь зависит еще и от Международной федерации по этому виду спорта, да, от национальных федераций. Вот нельзя стоять на месте, потому что никто никогда не мог предвидеть, что организаторы Олимпийских игр захотят убрать спортивную борьбу из программы Олимпиад. Когда начались вот эти вот движения, вот молодец Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России, он поднял всех соратников, всех тех, кто поддерживает из других стран, потому что борьба это национальный вид спорта для нас. Мы всегда лидеры там, и в греко-римской борьбе, и в вольной борьбе. — Вот она же греко-римская борьба, она вот даже и ассоциируется с Олимпийскими играми. Я не знаю, входила ли она в исторический, на первичальном этапе, но в каком-то виде, наверное, должна была. — Да, ну конечно, борьба это вот из первых Олимпийских игр. Представляете, и вот такие были попытки, а все почему? Чтобы отобрать золото и серебро, бронзу у России и у тех стран, которые здесь выигрывают действительно много медалей. — Вы знаете, много разговоров было в последнее время о том, что как раз очень много политики стало на Олимпийских играх. Прямо уже вот перебор, передозировка какая-то сложно как-то, знаете, стало следить, болеть, когда все зависит от каких-то политических ветров, так скажем. — Ну, в такой... — Или как всегда было? — Ну, как вам сказать, сейчас это просто настолько, как сказать, это вопиющее вот то, что сейчас происходит. Знаете, был такой президент Международного Олимпийского комитета, лорд Келанин из Ирландии, да? — Вот на него перед Олимпиадой-80 в Москве пытались надавить. Президент США лично с ним беседовал, просил или отменить игры, Олимпийские игры в Москве 80-го года, или перенести их в другую страну. — Лорд Келанин не поддался давлению. Он сказал, нет, мы заключили контракт с оргкомитетом Олимпиады-80, мы переносить Олимпиаду не будем. — Вот если бы сейчас мостик мы перекинули в нынешнее время, да? Если бы Томас Бах, этот президент МОК сейчас, был бы таким последовательным и жестким, и нейтральным, он бы то же самое сделал и оставил бы Россию в числе участников Олимпиады в Париже 24-го года. — Ну ладно, пока они там решают все эти вопросы, кто-то чего-то там на кого-то надавили, кто-то чего-то испугался, давайте к Фиджитал в Казани все-таки вернемся к этим играм будущего. — Вот вы сказали, что очень важно в спорте, чтобы вот этот элемент наблюдения, сопереживания был, да, что там что-то происходит, интересно, динамика, в конце концов, там, не знаю, мужики или красивые женщины там бегают и что-то делают, зачем-то гоняются. А вот Фиджитал-спорт, он все это дает, эти эмоции, вот этот контент, хочется сказать, содержание? — Ну, вот эти игры и дадут ответ на поставленный вами вопрос, потому что ведь их будут транслировать у нас и по федеральному спортивному каналу Матч ТВ, и 107 стран будут участвовать, да, естественно. — Больше 100 стран, да. Мне кажется, это впечатляющее, на самом деле, количество участников. — Вы знаете, если мы смогли собрать такое количество участников, около 2000, насколько я знаю, и вот больше 100 стран, и каждая сторона наверняка покажет это все, вот отсюда и будет или суперпопулярным это станет движение, да, или, ну, как бы не очень, вот все будет зависеть от интереса и телезрителей, и тех болельщиков, которые соберутся на трибунах в Казани, потому что, ну, один любит динамику, другой, вот, сидеть у компьютера, да, киберспорт и все, что связано, вот, допустим, в ДОТА, да, ДОТА-2. — Вы знаете, играют в компьютерные игры, килограммы теряют, там тоже у них какая-то динамика. — Да нет, иногда я сам тоже вот такие уча... Мне было интересно забить гол, там, ну, футбольный симулятор, ну, действительно, это забавно, но это немножко другое, понимаете, это не тот футбол, который мы привыкли видеть, вот, поэтому и интересно сравнить. — Сергей Викторович, давайте спросим, играют ли шахматисты в компьютерные игры? — У нас на связи сейчас российский шахматист, гроссмейстер Сергей Корякин. Сергей, здравствуйте. — Здравствуйте. — Ну, вот вопрос уже прозвучал, собственно, играете ли вы в компьютерные игры? — Ну, во-первых, я могу сказать, что шахматы — это та игра, в которой можно играть как вживую, так и онлайн. — Это да. — Я в любом случае периодически играю в шахматы, вот, а основное — это то, что, да, действительно, иногда приходится сыграть в компьютерные игры, то ли с детьми, то ли с друзьями. Вот, если, например, брать детей, то мы регулярно играем в замечательную игру «Зомби против растений», я очень люблю ее. Вот, но, в принципе, я думаю, что каждый человек так или иначе иногда играет в компьютерные игры. Просто здесь очень важно знать меру и, как бы, держать этот баланс, чтобы слишком много не играть тоже. — Вы знаете, уважаемые эксперты, я подумала, как стремительно на самом деле все меняется вот в нашей жизни, при нас, при нашей жизни. Я помню, каким большим событием была игра «Гроссмейстера» против машины, да, первые вот эти вот матчи, какое-то было событие обсуждаемое, сколько было разговоров, потом повторные были матчи. И вот, пожалуйста, мы с вами дожили до момента, когда человек с этими компьютерными технологиями уже вот так масштабно соревнуется. Сергей, вот ваше мнение, на самом деле, как вы считаете, вот эти фиджитал-игры, насколько это перспективное вообще, ну, так скажем? — Я, в принципе, с интересом отношусь к фиджитал-формату, понимаю, что это абсолютно новый формат, может быть, он приживется, может быть, нет, мы не знаем, но попробовать можно. Это довольно интересно, что ты можешь себя проявить как на спортивной, да, скажем, площадке, так и на киберспорте. Вот, я думаю, что каждый для себя может найти то, что ему интересен, и интереснее всего, и вот, соответственно, где-то победить, да, скажем. Вот, поэтому я с удовольствием буду следить, смотреть, думаю, что турнир пройдет на высшем уровне. — А там еще нет вот в этих соревнованиях фиджитал-шахмат каких-нибудь там, что-нибудь такое с шахматными дисциплинами, нет? — Ну, вообще, на самом деле, шахматы там где-то фигурировали, но, насколько я понимаю, они как запасные, что ли, идут, они еще не попали, вот, в основную сетку, да, скажем, ну, потому что не я этим занимался. — Вот, но в любом случае, в любом случае, я надеюсь, что когда-то шахматы тоже там будут. — Я вдруг подумала, вы знаете, Сергей, вы же представитель, можно сказать, древнейшей спортивной дисциплины. — Да, да, шахматам там несколько тысяч лет. — Да-да-да, вы наблюдаете за рождением, собственно, новой, так сказать, спортивной терминологии, спортивных дисциплин новых. Это интересный опыт. Вот тут нам Сергей Викторович вначале рассказал про шахбокс, да? — Шахбокс, да. — Шахбокс есть такое, да, конечно. — Вы знаете, да? — Я судил шахбокс, когда там вместе с Костей Зю, было достаточно интересно. Я помню, что там был матч, значит, ну, получается, боксеры, они сперва бьются между собой, потом играют в шахматы. И вот был матч, где там один у другого выигрывал как в шахматы, так и в бокс. Тут просто вообще в защите весь бой провел, но, значит, тот, который сильнейший, он настолько уже расслабился, что уже у них была последняя игра в шахматы, и он случайно звенул мат в один ход и из-за этого проиграл весь бой. Ну, это было драматично, я этот диспорт вспоминаю. — Обидно. — Не просчитал, не просчитал. — Обидно, обидно, да. — Очень обидно, да. — Да, Сергей, ну, а вы сами-то, собственно говоря, рискнули бы после, так сказать, выйти на ринг? — Вы убить меня хотите? — Нет, 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 я наоборот, я к тому же, понимаете, тут, ну, я говорила Сергею Викторовичу, тут люди головой думают, а тут им в голову дай по голове дают. — Опыт судействия-то уже есть, да, теперь надо попробовать на ринге. — Вообще я могу сказать, что я много общаюсь с боксерами, но, в частности, с Умаром Назарычем Кремлевым, несколько раз пересекался, и он меня тоже поддерживает, но, в принципе, могу сказать, что боксеры тоже, они во время боя, они, кроме того, что они машут руками, да, скажем так, они еще и головой думают всегда, какую тактику, какую стратегию применить, поэтому там тоже есть шахматы. — Да, я думаю, боксеры сейчас должны сказать, что все шахматисты тоже классные, мускулистые парни. — Сергей, спасибо вам большое. Убить вас совсем не хватит, хотим вас беречь и ждем вас. Во-прежнему, еще раз повторяю приглашение, приходите к нам в прямой эфир в студии, вас ждем. Спасибо. Сергей Корякин, российский шахматист и гроссмейстер был у нас в прямом эфире. Сергей Викторович, слушайте, все-таки непонятна логика, вот этот вот мяч, скрестись с джойстиком, шахматы с боксом, по какому принципу? Ну, должны же быть какие-то критерии, как объединяют дисциплины, там ведь должна быть физическая активность и некая компьютерная, виртуальная, технологичная подкованность и активность. Как объединяют? — Нет, объединяют просто. То есть, если выиграл, допустим, в компьютерной игре, ты заработал столько-то очков, но ты проиграл реально на площадке, допустим, баскетбол, там 2 на 2 будут играть, проиграл, значит, ты получил меньше очков, твой соперник больше, и вот по сумме определяется победитель. — Нет, по сумме, это я понимаю, я имею в виду, почему, например, шахматы с боксом, а не шахматы с бегом, например, да, или не шахматы с прыжками. — Шахматы с боксом, я думаю, это как раз именно потому, что совершенно невозможно, то есть, взяли просто полярные виды спорта и захотели посмотреть, что из этого будет. Вот в этом фишка. — А, фишка в том, чтобы добавить элемент шоу по максимуму, да? — Элемент шоу, конечно, да. — Мы знаем, как готовятся сборные, обычные спортивные сборные, а как вот с фиджитал-спортом? Какие-то ассоциации есть, какие-то тоже сборные уже организовались. Как? Потому что, вы знаете, кто не следил и не знает вообще о таком явлении, с трудом себе представляет. Ну, тоже создаются организации, там и федерация уже по фиджитал-спорту. Пока это ведь, ну это же вот первые шаги сделаны всего-то, да, а мы, вот, ну уже известно, что это около шести лет как вот этому движению. И я знаю, что вообще идею-то подал наш президент страны, да, а потом уже организаторы обратились к Дмитрию Чернышенко, который как раз вот возглавлял оргкомитет Сочи 2014. То есть вот, и поскольку вот Дмитрий Чернышенко, он вообще спортивный человек, да, то есть он, ну и вице-премьер, и он курирует спорт, понимаете. Поэтому он, естественно, вот все, что такое необычное новое в спорте, вот решили двигать. И сейчас вот вышли на вот эти вот уже соревнования мирового масштаба. Мне кажется, что, ну вот, правильный ход, интересно, как это будет интерпретироваться вот нашими западными партнерами. Вот для меня лично это очень интересно, потому что если будет успех у этих соревнований, а мне кажется, он будет, то вот какая будет реакция за рубежом, вот особенно в странах ЕС. Мне кажется, что вот они попробуют немножко так, знаете, раскачать лодочку, да, но это их такая тактика уже, она проверенная. А прокинуть, да, вы имеете в виду? Да, она проверенная. А хоть русские проверенные. А мы-то наоборот хотим, чтобы пусть участвует больше стран, пусть больше стран и пусть молодежь со всего мира вот двигается вперед. И приезжает в Россию. И приезжает к нам, да, это тоже на самом деле. А это, кстати, только для молодежи, вот вы сами сейчас прозвучало, пусть молодежь приезжает. Это только для молодежи, да, там какой возрастной предел? Ну как? 40 минус, 30 минус. Старше не пускаем. Вы понимаете, по-моему, так жестко пока не стоит, вот, по поводу возрастного ценза. Но, естественно, это все-таки соревнования в спорте, это вообще соревнования для молодых, да. То есть, конечно, можно, там же есть и ветераны бегают, я знаю, что... Сергей Игоревич, мы вспоминаем норвежских лыжников, ветеранов-астматиков, ветераны спорта и ветераны борьбы с заболеванием, знаете, поэтому разные бывают. Причем они с таким солидным опытом применения этих препаратов, да. Да, очень тяжелое состояние. Вроде бы болеют, а выиграют. Как рвали вообще все пьедесталы, брали. Да, да. Вот. Поэтому я и спрашиваю, какой возрастной предел здесь в фиджитал-спорте. Сергей Викторович, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Сергей Дадыгин, журналист и член Международной ассоциации спортивной прессы, был у нас сегодня в эфире. Ну что, будем следить за открытием игр, за теми, кто впереди планеты всей, потому что мы первые, значит, мы можем полностью вот так вот говорить абсолютно, нам ничто не мешает. Спасибо большое. Пожелаем успеха этим соревнованиям. И соревнованиям, и нашим спортсменам. И нашим спортсменам. И нашим спортсменам. Спасибо. Будем болеть. Друзья, меня зовут Оксана Галькевич, я прощаюсь с вами до завтра. До завтра переводчики жестового языка Ольга Иванова и Светлана Елисеева сегодня с вами были. До свидания. Продолжение следует.